Подъем в 4 утра, ранний вылет, перевод стрелок на 2 часа назад. Да, мы готовы лететь в Прагу. Правда, более бюджетным вариантом оказалось выбрать рейс до Пардувикса. Это военный аэродром в полутора-двух часах езды от столицы, но он принимает и международные пассажирские рейсы. И вот мы в Чехии. Посмотрите, это не указатель, что где-то аэропорт. Двухэтажное здание на заднем фоне, он и есть. Без смеха, честно. Зато такой компактный, уютный и с внимательными пограничниками, которые спрашивают, куда направляетесь, с какими целями. И просят сообщить название отеля, так что заучите, если оно сложное. Рассказывают, что на обратном пути могут даже спросить, пробовали ли вы к недлике. И в случае отрицательного ответа не выпустите страны. А пока гид несколько раз повторил, всегда с собой нужно носить загранпаспорт и медицинскую страховку. Так положено по закону, иначе штрафы и ой-ой-ой. Важный вопрос, с какими деньгами ехать. Мы еще в Москве купили кроны в Чешском банке. И как оказалось, это был самый выгодный вариант. Если взять евро, то их без проблем можно поменять уже в Чехии. Но цены и все расчеты в кронах. Так что имейте в виду, что даже билет на трамвай не получится купить, пока обменник не найдешь. А вот и наш отель Агрикола 3 звезды. Пока нас доставили сюда, мы успели уже посмотреть всю Прагу. Этот пункт был последним на развозе. Ну что ж, трудностями нас не испугаешь. Гостиница с приятным персоналом, русскоговорящим. Ну а вот номер откровенно расстроил. Прежде всего кровать. Мы-то бронировали одну большую, а оказалось вот это. Причем на ресепшене нам сообщили, что у них везде такие двуспальные кровати. И верь потом описаниям на сайтах. С распановкой мебели у владельца, видимо, вообще не заладилось. Расположение шкафа вообще потрясающее. Либо открыта дверь, либо открыт шкаф. Если мы открываем дверь, то шкаф закрывается. И телевизор, он тоже, так сказать, не без хитростей. Чтобы посмотреть телевизор, надо еще разобраться. Включаешь, например, звук. Делаешь погромче. И хочешь сделать потише. Но как это сделать, это вопрос. Пульт. Не работает. Кнопка громкости вырвана. Вот что нам поможет. Номер просторный и, что порадовало, чистый. Вся гостиница для не курящих. С сигаретами только на улицу. Ну и Wi-Fi в номере работал нормально. Из плюсов большой коридор, но в нем вообще нет полок или шкафчика. Ну а вот это наша ванна. Ну и ванна тоже большая. Полотенца не новые, но, надеюсь, хорошо постиранные. А вот фен приходилось брать на ресепшене и возвращать обратно в пакетики. Вот так. Мы жили здесь в сентябре, и в номере было достаточно прохладно. Так что жались с мужем друг к другу на одной из половинок наших чудо-кровати. Зато расположение в гостинице очень удобное. Рядом остановки трамвая номер 22 и номер 24. Да-да, трамвай в Праге лучший транспорт. В Праге очень развита сеть трамваев. И на трамвае можно добраться практически из любой точки города в любую точку. Мы сейчас отправляемся на 22 маршрут. Это достаточно интересный маршрут. Он проходит практически по всем достопримечательностям. Так что можно на нем осматривать Прагу. Но сначала надо разобраться с этой хитрой системой. Вот здесь расписание, но лично мне ничего из него не понятно. На самом деле все понятно. Расписание в одном столбике час, в другом минуты. Путем простого совмещения можно вычислить, как скоро придет трамвай на конкретную остановку, где вы и смотрите этот график. Причем расписание реально работает. Полосу для трамвая автомобили не занимают. Поэтому в Праге это самый пунктуальный вид транспорта, даже когда пробки. Ну и весьма комфортный. Очень приятно, что трамваи такие новые и современные. Но прежде надо позаботиться о билетах. Водитель их продажей не занимается. Рядом с нашей остановкой был магазинчик, где продают сигареты, всякую дребедень, в котором можно купить и билетики. А вот в центре придется освоить автоматы. Они есть на некоторых остановках и на всех станциях метро. Мы хотим проехать на трамвае, и для этого нам нужно купить билет. Насколько мы понимаем, здесь в Праге действует единый билет на все виды транспорта, и поэтому нам местные жители подсказали спуститься в метро и купить билет в таких автоматах. Здесь есть полноценный фулл прайс, либо со скидкой. Это дети, пенсионеры имеют, возможно, какие-то скидки. Мы покупаем полный билет на 90 минут. 24 кроны стоит билет на 30 минут. 32 кроны на 90 минут. Есть билет за 110 крон, который действует сутки. Если надо на 3 дня, то 310 крон. Ну а месячный проезд можно приобрести за 500 крон. Кому как выгоднее, кто сколько собирается ездить, надо считать. С первого раза не получилось. Два гроши мне понравилось. Та-дам! С этим билетом мы можем 90 минут ездить на любом виде транспорта, пересаживаться с метро на троллейбусы, на трамваи, но только 90 минут, не более. С момента того, как мы зайдем в первый вид транспорта и что-то сделаем с этим билетом. Есть свои особенности у дверей. Они не открываются на каждой остановке, так что не ждите и спешите нажать соответствующую кнопку, чтобы повлиять на этот процесс. Прежде чем перейти к метро и автобусам, немного отвлекусь на еду. Конечно, кушать только в ресторанах будет дороговато даже для весьма бюджетной Праги. Так что ищите магазины продуктов. Там тоже можно что-то выбрать. Придется смириться с тем, что кушать вы будете потравлены. На чешском это означает продукты. В Чехии говорят, пиво стоит дешевле воды. И это не миф. 11-12 крон – это где-то 20-25 рублей бутылка. А вот, например, литр сока уже от 29 крон. Выпечка вкусная и тоже по приемлемым ценам. Вот сосиска в тесте около 12 крон. То есть чуть больше 20 рублей. Раз уж я решила посвятить этот репортаж практическим наблюдениям и советам, то не могу не рассказать про туалеты. Простая мелочь может смутить некоторых наших соотечественниц. Как правило, когда заходишь в дамскую комнату, там будет темно. Когда заходишь в туалет, нужно самому включить свет. Здесь, видимо, принято экономить электричество. Ну, в принципе, здесь свет не нужен, поэтому выключу. Ну, а теперь осталось разобраться с метро, и можно самостоятельно перемещаться по городу. В Праге это полезный навык, ведь столько всего, что нужно посмотреть. Вот мы в метро. Кстати, в Пражском метро есть еще и туалеты, так что можно принять это внимание. В Пражском метро нет турникетов, как в Москве. Есть вот такие штуки, как в трамвае, в компостеры. Но наш билет уже прокомпостирован, поэтому мы просто опускаемся вниз и едем себе спокойно на станцию, когда нужно. Метро в Праге это не в Москве. Не ждите каждую минуту. Иногда они ходят с интервалом до получаса, но тоже по расписанию. Чаще интервал все-таки около 10 минут. Наш гид нам сказал, что метро в Праге тоже работает по расписанию, как и трамваи. Правда, информацию об этом я не могу найти здесь. Но, в принципе, вся другая информация о станциях. Есть карта Праге, все здесь можно найти. В принципе, в метро довольно понятная навигация. Даже на чешском языке все можно разобрать. Это продублировано на английском некоторые фразы. И еще большой плюс – нет запаха, характерного для московского метро. А вот и поезд приехал, так что мы отправляемся от Путина. Народа много. Какое-то метро не метрошное. Запаха нет. Расписание и кресло, как в автобусе. Кресло в метро. Мы как раз ехали в зоопарк. О его посещении я рассказывала в другом репортаже. От станции туда надо добираться еще и автобусом. И для полноты картины едем на автобусе. Чтобы уж наверняка оценить все виды транспорта, которые ездят в Праге. Но, в принципе, могу сказать, что пользоваться общественным транспортом здесь очень-очень удобно. Я понимаю, почему в Праге люди разных достатков с удовольствием ездят общественным транспортом. Конечно, эта столица на несколько миллионов человек меньше Москвы. И, соответственно, людей там не так много. Но я и не говорю, что вот у них, а у нас там типа плохо. Когда в Праге население около полутора миллионов, а в Москве только официально более 12, сравнивать нельзя. Я, собственно, и не сравниваю, а просто констатирую факты. Мне очень-очень понравилась система общественного транспорта в Праге. Можно пользоваться, не бояться. Очень все удобно. Навигация удобная. На всех остановках расписание маршрутов. То есть можно распланировать свое время. Автобусы, троллейбусы останавливаются буквально через каждые 300-500 метров. Даже если свою остановку проедешь, в принципе, не страшно. То есть следующая, она не так уж и далеко. Ну и плюс бесконтактный способ общения с водителем. Если остановка по требованию, надо нажать стоп. Двери открываешь, нажимаешь кнопочку. То есть водителя не отвлекаешь. Можно чувствовать себя уверенно, в безопасности. И все достаточно удобно. В общем, понравилось.